Христос посреди нас Творящий добрые дела Даже до смерти крестный Открывший нам тем крестом Жертвенный своей, добровольной, смертной казнью Имя свое, которое есть любовь Умерший, воскресший Христос И вознесшийся на небо Все это во плоти Опознавать его можно легко Делами любви Ибо пребывающий в любви в Боге пребывает И он в нем Давайте помолимся И сегодня очень такая тема Всем известная, интересная Я хочу еще раз о ней поговорить Господь мой Бог наш Иисус Христос Сущий и неизменный в слове Своем Бог В помышлениях, в делах и в воле Своей Которая одна всегда и неизменная Всегда благая Чтобы все мы были счастливы Спасибо Тебе, Господи, за все Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе Спасибо, спасибо за всю любовь Твою Благослови, пожалуйста, эту трансляцию Уста говорящего, уши всех слушающих И блаженные руки всех печатающих И да прославишься Ты Пришедший во плоти Бог И имя Твое Святое Явленное Тобой на кресте Который есть любовь И да откроется помышление многих сердец И узрит всякая плоть Славу и величие А главное Божество Твое В воскресении Твое И будут на Тебя уповать все народы И все мы христиане ежедневно Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе Христос посреди нас Любовь посреди нас Братцы и сестрицы мои Все родные и любимые Я тут даже взял атрибутику Купил, да Хлеб И вино Но на самом деле Хлеб я правда купил Я его не покупаю А это не вино И даже не виноградный сок Я когда остался в магазине И уже хотел что-нибудь выбирать И то у них, помню То ничего не было Пришлось бы какую-нибудь Какую-нибудь футураму покупать Или что там Вот И я вспомнил, что у меня есть Красный чай Каркаде, кто знает Я его просто заварил Ну пусть видимость будет Главное красная Ну и вот хлебушек Сам я хлеб не покупаю Не ем Ну пришлось вот для атрибутики Купить Для заставочки Да Вот Плоти кровь Иисуса Христа Тело его Другие образы Хлеб И вино Жизнь И противоположный ей Не противоположная Идущая рядом с ней Это благая жизнь То есть радостная Счастливая жизнь Она невозможна без Опять образ хлеба Образ жизни Это пота Она невозможна без Крови Да Без вина Как опьянение Да Как крови Как жертвы Все это образы Да И я хотел бы вам сказать Когда Господь Вот это вот Особенно вы знаете Меня очень Всегда Когда я после православия Стал с протестантизмом Соприкасаться Все изучать Щупать В семинарию Даже протестантскую Поступил Чтобы посмотреть Пощупать их вероучение Все там узнать И все узнал для себя И стал общаться Очень много Вот послушал Слушал проповедников Практически год Я всем этим И вы знаете Меня поразило Конечно Понимаете Что такое хлеб Ведь Евангелие Нам не зря Лука сказал Это жизнь И учение Иисуса Христа Что такое учение Что такое откровение Бога человеку О чем Что мы исповедуем Христиане На чем мы стоим Да На чем мы веру Вроде как На суд не приходим Да О чем речь идет О том Что Бог Никогда Которого Никто не видел Незреченный Несказуемый Никуда невместимый Который есть все И материя И нематерия Бог всячески во всем Он Альфа и Омега Первый и последний Начало и конец И Бог Который есть любовь Спустился с небес Сняв с себя Божественную одежду Свою славу И величие И пришел Во плоти На землю Дальше Что делал Бог Он в этой же плоти В плоти В теле Благотворил В этой же самой Плоти И теле Он Отдал Свою жизнь На жестокую Смертную Казнь Через Распятие На кресте В этой же самой Плоти Он на этом кресте Умер В этой же самой Плоти Он воскрес Не в этой же Но в новой Плоти В воскресшей Плоти Ну не важно В смысле что Он принял Опять материю Плоть Уже не в этой А в воскресшей Плоти В измененной Конечно же Но плоти И в этой же Самой плоти Он вознесся Что все Это значит Это значит Любовь Любовь И смирение Божье И кротость Божья Господь сказал Посмотрите на меня Я как крот Так и смирен Сердцем Это дух Его Дух кротости Смирения И любви Это природа Божья Это имя Божье И это имя Он явил Делом Это есть Его учение Это есть Его откровение Настоящее Откровение Не книжное Сверху Данное Моисею Или как там Аллах Претендует Нет Откровение Бога Человеку Во плоти Что есть Как несмирение Кротость И любовь Когда Господь Спустился На землю Во плоти За грешниками Мы порой Мы ни за кем Не спускаемся Мы порой Слышим К нам Обращаются Мы и то Сердце Ожесточаем И шею Не сгибаем Господь Пришел За нами Что Означает Евангелие На котором Мы слышим Его Трех с половиной Годовалую Миссию По земле Спасение Человека Как не читаем Только о его делах Любви О его делах Любви Кротости И смирение Вы помните Как его пытаются Вознести Он всю Славу Богу Его пытаются Оскорбить И унизить Он не обижается И все равно Благотворит Он смиряется Он умывает Ноги Он не гнушается Грешниками Он абсолютно Смирен Он не переживает Что он грязный Или у него Грязная голова Которую моет Или руки Но руки у него Скорее все Тоже были чистые Хотя и надо Там про омовение С фарисеем У которого Он не помыл руки Там непонятно То ли конечно Он действительно Решил даже Знаете Искусить Грязными руками Ну не мытыми руками Не факт что они там Полностью грязные Но возможно идет Речь конечно О религиозном омовении Которое Христос Специально не сделал А то все приписывают Исполнение закона Нет Закон он не исполнял Это точно Пик этих дел Это добровольное Отдание жизни Своей во плоти На кресте Показав свою любовь Он бог Он сказал что я это делаю Добровольно Никто ко мне не может Прикоснуться Я бог Я сейчас пуповинку Прижму каждого человека Все просто полягут Какой легион 12 легионов ангелов Если один ангел Посланный пророку Езекии 185 тысяч Умертвил Осирийского войска Когда она стояла При Стенах Иерусалима Ну о чем говорить Какие 12 легионов Полное число Римской армии Одного ангела Было достаточно Чтобы эту шаечку Которая в Гефсиманский сад Пришла Просто Уничтожить А уж кто Ветхий Завет читал Как Бог Там бы земля Разверлась Там тысячами Уничтожались О чем мы говорим Пик этой любви Для нас на земле Явлен в его кресте Господь сошел В ад за грешниками Это вообще Непознаваемо И можно сказать Что во плоти Потому что Он же был там Невидимый Пусть это душа Душа имеет Какой-то Внешний вид Так скажем Его же видели Он же пошел Проповедовать А значит Есть и покаяние Проповедь Без покаяния Бессмысленная Ибо мы знаем Что прекрасно Что проповедь На земле Начиналась со слов Покайтесь Покайтесь Это же не игра Не шутки Не издевательство Мы видим Что он воскрес Во плоти Что это Как не любовь Ибо он сказал Что все Кто будут жить Как я Все воскреснут Все воскреснут Во плоти Разве это Не дар человеку Разве Его вознесение Во плоти Это не Не явление Любви его Любовь невозможна Без свободы И Господь Нашу свободу Никогда не притыкает Начиная от Адама Каина И прочее 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 Когда Адам Протягивал Ева Свои руки И Адам Руки к плоду Который сорвала Ева Господь Не сушал им руки Бог дает жизнь И даже неблагодарным И злым Когда Каин Шел убивать Брата своего Господь Не переломал Ему ноги Господь Не ослепил его Господь Не помрачил ему Ум Как царю Новоходоносору Нет Он ничего Этого не сделал Господь Показывал От начала Что он Есть любовь А любовь Невозможна без Свободы Невозможна Немыслимая Ибо Это природа Там где нет Свободы Там нет Любви Там где нет Там где страх Там нет Любви Любовь Это абсолютная Свобода Любовь Это абсолютная Максимальная Вера Что знаменуется Словом Доверие Мужчина Женщине Либо доверяет В браке Абсолютно Либо нет Символ Абсолютной Веры Это доверие Абсолютное Доверие Человеку Мы видим Что все Что касается Во плоти Касается Любви Все Благодеяния Господа Во плоти Это символы Нам любви Явные символы Конечно же Оставлены Ибо это Исторический Факт Человек Исповедующий Это учение Принявший Закон Бытия Что Бог Иисус Христос Есть Любовь Вкушает Эту плоть Это учение Не просто Что Христос Пришел Во плоти Благотворил Во плоти Пострадал На кресте Во плоти Умер Во плоти Воскрес И вознесся Нет Если Он Исповедует Что все Это Христос Да И что этот Христос Символ Любви И образ Любви Образ Сущности Его И сияние Славы Сияние И образ Это любовь Как Павел Хорошо говорит Он явил нам Сущность В нем Вся полнота Божества Телесная И мы видим Эту полноту Это абсолютная Любовь Вся полнота Божества Телесная Во Христе Явлен нам Христос Открыл нам Имя Отца Он явил нам Сущность Его И сияние Славы Слава Божественная Кротость Смирения И любовь Он явил Эту славу Отца Он явил Этот образ Его сущности Внутренности Природы Природы Образ Отца Это образ Невидимость Сущности Человека Поэтому Тот Кто верит Во Христа По плоти Что он Бог И по духу Что он Любовь Вкушает Я уж Убрал Да А то у меня Кошечки Лазит Вкушает Вот этот Хлеб 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 Небесный Это Учение Это Жизнь Учение Это хлеб Это Плоть Христа Это То Что он Вы заметите В Евангелии Всегда Эти слова Пришел Во плоти Благотворил Во плоти Умер Во плоти На кресте Воскрес Во плоти Имеет жизнь Имеет жизнь Имеет жизнь Все эти символы Хлеба Хлеб всегда был Символом жизни И символом Пота В жизни Еще Господь сказал Потому что Адаму Что ты будешь С потом Вкушать Теперь Свой хлеб Человек Запомнить эти стихи Первое послание Иоанна Очень легко Запомнить Третья глава Шестнадцатый стих И четвертая глава Шестнадцатый стих Три Шестнадцать Четыре Шестнадцать Потому что Многие забывают Об этом Что мы верим Не просто Во Христа Пришедшего Благотворящего Умершего Воскресшего Вознешься Во плоти Но что Этот Бог Явил нам Имя Отца Есть Любовь Поэтому Богослов Хорошо Говорит Мы познали Любовь Божию В том Что он Положил За нас Душу Свою И мы Познали Ее И уверовали В нее В любовь Конечно Во всем Послании Ты в него Почему Но я Концентрирую Люди Забывают Об этом Мы Уверовали Не только Во Христа По плоти Мы Уверовали Во Христа И по духу Ибо Познали Любовь Божию В его Жертвенной Смертной Крестной Смерти За нас Добровольной Отдания Жизни Своей Во плоти И мы Познали Эту Любовь В кресте И уверовали В нее А дальше Два стиха Целиком И мы Должны Поступать Так же Кто Пьет Вино Божественное Кто Пьет Кровь Его Тот Кто Поступает В этом Мире Так Как Он Это Лейт Мотив Всего Евангелия Тот Кто Любит Пребывающий В любви В Боге Пребывает Мы Уверовали В любовь Божию Которую Мы Познали В том Что Он Положил За нас Душу Свою И мы Должны Поступать Так же Там просто Получается Лучше Читать 4 16 3 16 Потому что 4 16 Мы Познали Мы Уверовали В любовь А тогда 3 16 Хорошо Добавляется А Узрели Мы В том Что Он Положил За нас А Любовь Так Начинается Мы Познали В том Что Он Положил За нас Душу Свою И Мы Тогда Лучше Читать 3 16 4 16 3 16 И мы Должны Поступать Так же Так же Как Он Как Он Леет Мотив Особенно Послания Евангелия Иоанна Ну и То же Самое Видимо И у Павла И в Деяниях Можем Найти И в Евангелиях Синоптических Так называемые Матфея Марка Луки Поэтому Кровь Пьет Тот Кто Поступает Так же А что Так же Творит Дела Любви Дела Любви Не праздные Дела Слова Тоже Но слова Не как Иоанн Богослов Будем Любить Не словом Или Языком В смысле Праздно Слов Я тебя Люблю Люблю А делом Истинно Делом Естественно Словом Когда это Слово Доброе Слово Поддерживающее Слово Любящее Слово Назидающее Хорошо Красиво Сказано Хорошо Что нам Мешает Тогда Вкушать Хлеб И пить Вино Божье Вы знаете Сказано Хорошо Но Мертвого Господь Сказал Это Плоть И Это Кровь Это Тело Мое Храм Божий Христос Сказал Это Я Дом Божий Вернее Он Все В Евангелиях Где Все Соблазняются И Лже Учителя Учат О том Что Это Склеп Кирпичный В Котором Гробик Божий Нет Дом Отца Дом Божий Это Христос А так как Мы Его Образ И Подобие То Нам Хорошо Во всех Посланиях В Деяниях Книги Сказано А Дом Божий Вы Храм Его Вы Вы Его Скинь Вы Его Святая Святых И Дух Божий Живет В Вас А Если Духа Христова Вы Не Имеете То Вы Не Его Дом Божий Храм Божий Вы Все Апостолы Нам Во Весь Голос Орут Лучший Образ Лучший Образ Человек Как и Евангелие Это Нераздельная Книга Она Не Только О хлебе Вине Не Только О Учении Отдельно И Жизни Отдельно Нет Это Единое Целое Поэтому Евангелие У нас Нет Жизнь Иисуса Христа И Учение Иисуса Христа То Есть Учение Его И Дела Его Нет Я Вам Покажу Вот Я Человек Все Меня Знают Кто Слушает Слейте С меня Кровь Знаете Кровопускание Делают Сцедите С меня Кровь Моя Плоть Будет Ходить Нет Это Труп Труп Который Будет Лежать Который Сгниет Закопают И Все Нет Меня Как Ж Хлеб Это Жизнь Хлеб Образ Жизни Кто Не Ест Хлеба Не Имеет Жизни Кто Не Ест Плоти Моя Не Имеет Жизни Вечные Пожалуйста Что Такое Плоть Без Крови Ничего Мертвец Через Некогда Через Некоторое Время Разложившийся Хорошо Вот Эта Баночка Сколько Там В Человеке 5 Литров Крови Слейте Это Что Что Это Она Живая Нет Это Просто Банка С Жидкости С Красной Под Названием Кровь Нет Она Не Имеет Жизни Человек Это Нераздельное Существо Плоти Кровь Именно Кровь Все Время Движущая В человеке Циркулирующая Гоняемая Сердцем Раем Человеческим В котором Дух Божий Древо Жизни Именно Только Тогда Я Живой До Тех Пор Пока Сердце Гоняет Мою Кровь По Моему По Моей Плоти Я Живое Тело Я Живой Я Живой Хлеб Сшедший С небес Только Это Христос О себе И все Мы Вместе С ним Сходим С небес В крещение И воскресаем Потом Из гроба Мертвой Своей Греховной Жизни Только Тогда Когда В нас Вера Или Учение Действует Любовью Вот Эти Протестантское Учение О какой Там Спасении По вере Братья Мои Сестры Опомнитесь У людей Помрачены Умы Люди Разрывают Вот так Христа Евангелие Книга Нераздельная Ее даже До конца Читать Нельзя Там По Матфею Посмотрите Кто Вместе Со мной Читает Матфея Вы увидите Круги Фибоначчи Да там Даже В небольшом Блочке Можно увидеть Что вера Неразрывно От дел Яков Говорит Вера Без дел Любви Мертва Любви Добавляю Я Да Почему Потому что Послание Якова Написано Двенадцатиколеном Израилевым Господь Почему Евреям Напрямую Иудеям Об этом Не говорит Да потому что Как и я Вот проповедую Я знаю Когда говоришь О любви Людей Трясет В них Весь легион Бесов Аж Начинает Восставать Но вы Заметьте О чем Аков Говорит Ты богат А рядом Сидит Нищий И ты Жмешь Руку Свою Покажи Мне Веру Твою И сдел Любви Твоей Это слово Прекровенно Только потому Что это написано Людям Черством Сопротивляющимся Ненавидящим Любовь Ненавидящим Людей Ненавидящим Христа А вы все Прекрасно Видите Что вера Без дел Любви Это мертвец Плоть Без крови Это не тело Это не человек Это труп Кровь Без плоти Это банка С жидкостью Или вообще Разлитая вода Поглощенная Землей И нет ее Петр Уже говорит Получше Братья Покажите Умоляю вас Покажите В вере вашей Любовь к ближнему Братолюбие Покажите В жизни вашей Дела веры Дела любви Иоанн Богослов Тоже неплохо Говорит Еще лучше И уже с угрозами И мы должны Должны Мы не предаем Слово Мы должны Любить друг друга Как он Мы уверовали В любовь Помимо Христа По плоти Уверовали в Христа По сути Это любовь Мы уверовали В нее Опознали Мы ее Потому что Он положил За нас Душу И мы Должны Так поступать Но лучше всего Мне нравится Слово Апостола Павла Его послание К галатам Кончается Просто великолепно И так И так Стойте Стойте Тело Тело Мое Движимы Кровью Сердцем Гоняет Мое сердце Гоняет Кровь Кровь Образ Вина Образ Вина Образ Жертвенных Страданий Иисуса Христа Крестам И все Прекрасно Для этого Господь Сказал Об этом Воспоминать Человек Живет Делами Любви Пока Он Творит Дела Любви Это Кровь Бегущая По его Плоти И это Живой Человек Если Человек Не творит Дел Любви Это Мертвец А Дела Любви Невозможно Творить Бесплоти Я Люблю Люблю Словом И языком Нет Любовь Твоя Проявляется В братолюбе Покажите Веру Вашу Ваш Учень Да Да Я Люблю Да Да Я Должен Так Поступать И Не Поступаю Это Вот Мертвая Емкость С жидкостью Ну Или Вообще Разлитая И Растаявшая И 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 Состоит Из Двух Вещей И И Сердце Сердце Рай Который Господь Дал Человеку Это Его Сердце Его Пожелания Они Должны Быть Все Направлены На Счастье Ближнего И Именно Это Сердце В Которое Непонятно Ни Одному Ученому Что Да Это Оно Толкает Но Почему Оно Толкает Почему Сегодня Человек Ходит Завтра Он Умер копье. Человек ходит, живет и движется и существует, как Павел говорит, мы им живем и движемся и существуем, только потому, что есть он. Мы им живем и движемся и существуем. Это сердце, да, внешне кажется, оно само трендит-то. Но почему оно сегодня трендит, а завтнет? Бог его толкает. Тот, кто выгонит, как евреи сами из своего сердца выгнали Бога и в гробик, в сундучок его в красивые, украшенные и окрашенные посадили, тот умрет. Если он еще этот гробик и сундучок еще в склепик построенный поставит, все, и подальше от него уйдет. Человек этот мертвый. Господь сказал, без меня не можете делать ничего. Да, ты имеешь плоть, ты даже имеешь гоняющую по этой плоти кровь, но если я остановлюсь, если я твое сердце остановлю, все. Без меня, он говорит, я источник. Признай, я жизнь. Именно Христос и жизнь в этом сердце его качает. И именно я, мое сердце, мои добрые дела оживотворяют мою плоть. Это неразрывные вещи. Это образы и символы, о которых Господь говорил прямо. Кто читает Матфея вместе со мной, я стараюсь это показывать. Это Господь показывал каждому. Недостаточно одного исповедания Иисуса Христа, даже по плоти сущим Богом и по духу любовью. Если этот человек, как Петр, тут же воспротивился делам любви, крестным пути, крестным пути, пути крестных дел любви, отвергнувшись себя творением этих дел, уповая на Бога, его дарами, для его славы, Господь сказал, такой человек сатана. Поэтому все это чушь по поводу того, что учение, что человек спасается только верой. Нет! Ты можешь веровать, и бесы веруют, Иакоб говорит, и трепещут. Вот этим бесам через пять минут Петр, который должен был стать камнем, основания этого учения, проповеди этого учения, тут же становится сатаной. Его Бог прямо называет. Отойди от меня, сатана, Богопротивник. Человек, плоть бездвижимой в нем крови, движимой, почему мне нравится, что Павел говорит, вера или учение, или вот это исповедание, действует любовью. Тело твое живет. Там слова разные, и как ни прочитай, что действует, что движимая любовью. Бог есть альфа и омега, первое и последнее, начало и конец, начало пути жизни. Движимая любовью. Наша цель каждого нашего действия, цель, почему мы двигаемся на добрые дела? Опять любовью. Именно тогда твое дело будет любовью, с любовью, любовное дело любви сделано правильно, если и движет им любовь, если источником была любовь. Я просто хочу сделать человеку добро, просто, и делаю это дело. Ради чего? Ради любви в сердце своем, потому что в братолюбии проявляется любовь и вселяется в сердце, и мы входим свободно, нам открывается свободный вход в Царство Небесное, на самом деле в нас раскрывается Царство Небесное, потому что Господь сказал, оно внутрь у вас есть, и сюда возвращается Христос, которого мы выгнали, но который стучится и ждет, пока мы это Царство сделаем, и оно делается в братолюбии. Мы в вере показываем братолюбие, а в братолюбии открывается любовь. Исток моего любого дела любви должна быть любовь. Как бы это ни абсурдно звучало, желание человеку счастья. Я делаю дело любви, и оно делает меня счастливым, раскрывает мое любвеобильное сердце, созидает там Царство любви, в которой вселяется Христос, и я свободно вхожу в Царство Небесное, где Христос по плоти. Таким образом не открывается, как по Петру, свободный вход в Царство Небесное. Вера действующая любовью, вера движимая любовью, двигает любовь именно вера моя. И наоборот, делом любви моим, чтобы оно, именно любовь, именно любовь, просто это исповедь веры. Я хочу, чтобы человек был счастлив. Это моя жизнь, это мое учение. И она действует, и движется делами любви. Куда мы разорвем? Протестанты умертвили человека. Протестанты и католики по плоти умертвили, Бога вырвав из этого сердца. Они просто взяли из этого сердца, из Бога сделали башка, по образу евреев, сложив его в гробик, украшенный и окрашенный. И еще в склепик его поставили, и дверь вот так с замочком положили. Протестанты, хорошо, они не стали Богу доставать из сердца и в гробик складывать. Скинию Давидова, ой, Моисеева. Божью, скинию. Скинию своими руками евреи делали, своими руками Бога похоронили, а Соломон своими руками его в склеп закрыл. Все. И мерзость запустения здесь образовалась. А протестанты просто умертвили, и сердце остановилось. Просто сцедили эту кровь. Мы спасаем столько веры. Они просто человек упустили, кровь, знаете, как врачи делают. Пустили кровь, и все. Человек стал трупом. Трупом. Вера протестантизма, их вера учения о том, что мы спасаемся только по вере, это мертвичина. Это мертвичина. Это труп без крови. И там Господь хоть есть в сердце, хоть нет. Есть, есть. Они Бога из сердца вырывали. Нет. Его там в гробик не закапывали, в Давидов, в эту скинию. Нет. И в склеп Соломонов не ставили. Нет. Они просто человеку кровь пустили, и все. Нет. Вера действует, любовь. Вера движимая. Праведность. Ожидаем праведности от веры. Какой праведности-то? Мы все прекрасно знаем, кто крестился, все свидетельствуют, что Господь, крещение, покаяние человека. И в этот день, кто его переживал, действительно хорошо, если у него это было символично и соответствовало его водному крещению, омовению. У кого это было духовное крещение, зачатие Бога, все эти люди свидетельствуют, что Бог, вместо воздаяния праведности мне, достойное делал моих, вместо эпитемии, наказания после осуждения, так скажем, в этот день крещения, Господь воздаёт чем? Дарами Духа. Полным прощением и дарами Духа. Это наш Бог. Это начальная фраза, что мы духом, духом своим, духом человеческим, покаявшись, ожидаем и надеемся, и действительно получаем праведность, очищение, и ещё и дары, да, только по вере. И этим мы исповедуем, что Бог есть любовь, что Бог есть, что есть Бог, в которое слово всё говорит. И этот Бог есть любовь. Да, мы получаем эти дары, и этими дарами по нашей вере мы действуем и живём, и движемся, и существуем. Вот так вот, мои братцы и сёстры. Как только лукавый не возвращается, чтобы убить человека, вера движимая любовью, кровь в человеке, Христос живой. Он был на небесах живой Бог. Бог не Бог мёртвых, но Бог живых, и Бог сам живой. Я жив. Это любимое такое высказывание Бога, так скажем, в Ветхом Завете. Я жив. Жив Господь. Жив мой Бог. Помните, там всё время и лица пророков, и всех праведников. Жив Господь. Такое знаменитое всеми высказывание, и как это назвать-то. Бог живой. Бог этот живой принял плоть, воплотился. Бог живой этот творил дела любви. Даже до креста. Бог этот живой сошёл в ад проповедовать грешникам, покаяния. И дабы некогда умершие по плоти жили по Богу духом. И этот Бог живой воскрес и даже вознёсся, чтобы не нарушать нашу свободу, чтобы теперь мы эти дела любви творили точно таким же, как и Он творил. И неблагодарным, и злым. И даже самим Антихристом, который Его распяли. И нас могут тоже распять, и убить, и что только с нами не делать. Человек без крови – это труп без дел любви. Труп. Но если это-то не труп, а это животное, которое вот бегает внутри, сердце не будет качать Бог, жизнь даёт человек только Бог. Мы признаём, что Бог есть Бог, Бог есть сущий, я есть, я бытие, я альфа и омега, первый и последний, начало и конец. Вот что такое, братья мои, сёстры. Господь не заповедь давал творить его воспоминания. Он сказал, творите, делайте. Он говорил, и это делайте, и подавайте нищим, и говорите добрые слова, и творите добрые дела. Делайте. Это не заповедь. Опять во что уткнулись протестанты. Заповедь или замысел Бога о человеке. Заповедь. Чтобы мы любили друг друга. Потому что это заповедь, это план бытия Божьего. Ты, когда любишь, исполняешься любви. Он говорит, будьте совершенны, как я. Вы образ мой и подобие. Вы должны быть святы, как я свят. Это заповедь. Стать человеку. Это замысел Бога о человеке. Замысел у Бога о человеке один. Чтобы он стал как Бог и был абсолютно счастлив, абсолютно блажен. Стать можно только, стать по абсолютной, полностью смиренной и кроткой любовью. Личностной любовью. Это замысел, заповедь, завет Бога о человеке. А дел к этому исполнению много. И творение, не творение, а это был обычный ужин. Как вы думаете, почему в книге «Одеяне» написано, что они каждый день преломляли хлеб по домам в простоте и веселье сердца? Почему? Да потому что это было связано с жизнью. Это был обычный нормальный ужин у людей. Люди ели хлеб, вспоминали воплощение Бога, Его благотворение, даже до креста, Его смерть, Его воскресение, Вознесение. И вспоминали, что все это дела любви. Этим вкушали хлеб. И сами они в эти вечера, перед этим ужином, успевали и нищих покормить, и голодных одеть, и все сделать. А многих приглашали даже уже на свой ужин, в свою церковь, в свое собрание. Это было дело любви. Они об этом вспоминали, напоминали себе, напоминали друг другу. Это тоже дела любви, тоже дела назидания. Ибо одаренные словом члены церкви, братья и сестры, друг другу говорили, вспоминали Господа, рассказывали о всех этих конкретных благих делах. Это тоже дело любви, назидания, словом. И с утра до вечера, на следующий день, они делали дела любви. И каждый вечер ужина, ужина, насыщая чрево своё хлебом и вином, они все это вспоминали. Могли не вспомнить, могли в этот день не собраться. Это не страшно. Это не заповедь буквоетская. Это дело. Одно из дел любви. И сказать доброе слово, дело любви. И подать нищему, это дело любви. И накормить мужа, это дело любви. Мы все творим. Господь говорил, делайте, делайте, делайте. Он не говорил, что это заповедь. Заповедь – это заповедь, завет. Хотите приказ человеку стать Богом? Это то, что Господь сказал в раю. Ты образ мой и подобие. То, что Он сказал евреям, будьте святы, как я свет. Это то, что Господь сказал. Пребывающий во мне в Боге пребывает, и я в нем. Вы Боги, Господь сказал. Заповедь даю, любите друг друга. Это заповедь. Через это вы поймете, познаете меня. Потому что только любовью вы меня познаете, потому что я и есть любовь. Братья и сестры, родные мои, любимые. Я вам всем желаю от чистого, искреннего, христолюбского сердца, чтобы вы помнили это, что жизнь человека, и живет человек, и жив человек, только творя дела любви. Это его и хлеб, и вино. Как многие говорили, это все мое. И когда Господу спросили, кто дал ему есть, помните, при Сомарянке сказал, воля моя, вы не знаете. Я сыт любовью, ибо пришел исполнить волю Отца. А воля Отца, чтобы мы все были счастливы. И он той проповедью Сомарянке сотворил дело любви. Сколько людей пришло, сколько людей обратилось. Она побежала, рассказала всем. И вы помните, когда он пришел в это селение, сколько людей обратилось. Сколько людей стали любить друг друга. Мы же все это понимаем об учении Божьем, учении любви. А, соответственно, после этого учения идет жизнь. Эти вещи неразрывные. Помните, хлеб и вино еще далеко не самые высокие символы. Помните Христа. Через эти хлеб и вино, которые были просто на ужине, люди вспоминали Христа во плоти. А это человек. А человек – это плоть и кровь. Поэтому живет плоть только благодаря тому, что в каждую жилку ее пронизывает капельки крови. Дела любви. Но толкает эту кровь сердце. Это рай человека. Это все его пожелания, все мысли. У человека умное сердце. Все мои помыслы, а Троица – это мысль, рождаемая от какого-то начала, имеющая какую-то цель. Это сердце, это образ умного сердца. И в этом сердце Бог. Все мои пожелания должны быть направлены на благо. Тогда Бог во мне. Если я замышляю зло, Бог изгоняется из этого сердца. Ну все, давайте поблагодарим Господа. Господь мой, Бог наш, слава тебе. Что воздадим тебе, не знаю. Спасибо тебе за все, Господи. За то, что просветил нас светом истины. За то, что каждый христианину ты явился. Твое откровение нам явленное, с небес сошедшее. Спасибо тебе, Боже. Спасибо. Такой день, что лучшая молитва, наверное, это молчание. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Не зря называют эту агапу, вечер любви, трапезу благодарения. Слава тебе, Господи, слава тебе. Спасибо тебе за все. Тобой будем жить и двигаться, и существовать. Все наши помышления во всякое время будет благо, и любовь, и счастье ближнего. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Бог живой посреди нас, братья и сестры. Всех за вас радуюсь, что вы познали истину, и теперь живете во свободе во Христе. Духом мы все ожидаем и надеемся на праведность и святость по вере, но вере, действующую и движимую любовью. Все мои адреса в канальчиках наверху, контакты для связи внизу, полезные ссылочки, как всегда, справа. Я со всеми прощаюсь, всех храни Христос. Пока-пока, до встречи в новом ролике.